Подготовка города к тысячелетию идёт уверенными шагами. В центре внимания строительство ряда крупных объектов, которые сделают жизнь в областном центре уютнее и безопаснее. Тема возведения пожарного депо назрела давно. Ещё в 2014 году была изготовлена проектно-сметная документация. Сегодня новый объект приобретает свои очертания. Этот объект знаковый тем, что этот район у нас слева, юго-запад пятый строится, четыре микрорайона больших построено, улика третья, а ни одной станции пожарной нет. Потому что они все в центре города и на востоке, скажем так. А эта часть города обделена, получается. Более 60 тысяч человек проживает сегодня в юго-западном микрорайоне. Кроме того, в этом сегменте областного центра расположено 20 объектов социально-бытового назначения, торговые комплексы, учреждения. Планируется, что уже в следующем году обеспечивать безопасность в этой части города будет новое пожарно-аварийно-спасательное подразделение. Ориентировочно здесь будет работать около 35 человек. В боевом расчете будет находиться 2-3 единицы техники и также в резерве. А вообще здание строится на 6 боевых выездов. Но здесь будет концентрация различной техники, и высотной, и инженерной техники. Но это будет чисто аварийная пожарная-спасательная часть. Строят новый пожарный комплекс работники Брежилстроя. Строительство сегодня на начальном этапе. Нормативность объекта составляет 12 месяцев. То есть окончание предполагается апрель месяца следующего года. Сейчас мы начали работу по устройству фундаментов. Объект по строительству довольно-таки интересный. Включает в себя кирпичную кладку, перекрысия. Будет 10-метровая башня. Торжественным завершением мероприятия стало освещение строительной площадки, а также символичная закладка камней в угловые проемы будущего пожарного депо. Продолжение следует...